Сотни ям, размытый, а где-то полностью разрушенный асфальт. Привычная картина после зимы. По таким улицам не то что ездить, ходить небезопасно. Проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в крае уже несколько лет. В этом году планируется капитально отремонтировать 44 улицы. На это выделено порядка миллиарда рублей краевых и федеральных средств. Сейчас дорожники укладывают новый асфальт на 27 объектах. На переулке Ядринцево у нас выполняется установка бордюр, устройство основания. В месте выборки грунта. На проспекте социалистическом также устанавливаются бордюры. На Карамарсе у нас устройство выравнивающее верхнего слоя производится. Ну и на части других улиц. То есть в основном работа однотипная, то есть установка бордюр, устройство выравнивающего слоя. Но пока, говорят специалисты, работа не завершена ни на одной из 44 улиц. Всему виной неблагоприятные погодные условия. Вот чем закончился ремонт на потоке. Дорожники поторопились положить асфальт, прошли дожди и новое покрытие полностью провалилось. И все по кругу. Ну колесо вот недавно прокололо даже. Ну не прокололо или спустило как-то у меня. То есть не нашли ничего, чтобы прокололо, но попало в ямку. Я думаю, проводится же ремонтная работа. Ну не в таком объеме, в котором хотелось бы. Потому что дороги-то у нас не в идеальном состоянии. Что скрывать? Приходится ремонтировать подвеску, от этого никуда не денешься. Сколько езжу по стороне таких дорог, как в Барнауле, я, наверное, никаких не встречал. То есть, видимо, погода тут играет роль. Пока полным ходом идет текущий ремонт. Ямы заделывают на тех дорогах, которые не попали в программу капитального ремонта. Ямочный ремонт дорог в Барнауле сейчас в самом разгаре. В настоящий момент дорожные службы ремонтируют порядка 10 улиц. Так, работы идут на Глушково, Меланжево, Лазурное, Тонна Петрова, Малахова, Анатолия, а также проспекты Коммунаров и проезды с Северо-Власихинском. Всего с начала ремонта строительного сезона отремонтировано более 30 тысяч квадратных метров дорог. А еще две недели назад было всего 16 тысяч. Правда, многие жители скептически относятся к такому методу. Если погода не подведет, до конца сезона дорожники должны залатать сотни ям. Обещают, что все работы будут завершены до 30 сентября. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости.